Роста цен на продукты ждут в ближайшие месяцы в России. Больше всего, по прогнозам экономистов, подорожают яйца, сахар и мясо птицы. Между тем, в Белоруссии принимают жесткие меры в отношении тех, кто завышает цены на прилавках магазинов. Нарушителям штраф, а если попался дважды, и вовсе закрытие магазина. О продуктовой ценовой политике в соседних странах в материале Лауры Байбачановой. Почти на 2% с начала года выросли цены на продукты в России. Как уточняют в Ассоциации компании розничной торговли, подорожали яйца и курица. Из-за роста цен на корма для птицы. И сахар. Из-за увеличения издержек производства и топливных расходов. На 10% ожидают подорожание молочной продукции. На это тоже есть своя причина. В России вводят сразу две системы контроля качества молочной продукции. 1-2% из 10% роста, это, я думаю, будут технологические затраты. Все остальное, это заложено на риск. Это не результат какой-то особой подлости и негодяйства русских производителей. Это нормальная реакция рынка на риск. По данным опроса Национального агентства финансовых исследований, больше трети жителей России отмечают рост цен за последние пару месяцев. И они уже заметили подорожание мясной и молочной продукции. Повышение цен на продукты больше всего тревожит людей старше 60 лет и с уровнем дохода ниже среднего. Рост цен на мясо, молоко и хлеб отметили свыше 60% респондентов. Из продуктов питания наиболее ощутимо подорожало мясо и мясные продукты. В связи с ростом цен россияне продолжают экономить. Мы мониторим различные категории продуктов и услуг. И надо сказать, что это первоочередные категории, которыми пользуется каждый человек. И каждый человек может оценить, насколько вы изменились цены на эти товары. Измениться ценам в сторону удорожания на продукты питания в Беларуси не дают. Контроль над этим непрерывный. Сразу несколько государственных учреждений мониторят ценники на прилавках магазинов. Ценовое регулирование осуществляется в основном по двум механизмам. Первый механизм – это формирование отпускных цен на предприятия. Еще раз подчеркну, особенно на социально ориентированную продукцию. А второй – это регулирование цен так называемых посредников через торговые надбавки. То есть, как правило, максимальная торговая надбавка, а этим занимается именно Министерство МАРТ, составляет максимум 30%. Белорусское Министерство антимонопольного регулирования и торговли рекомендует магазинам не повышать цены, установив предельный порог. Проверки показали, что большинство предприятий стараются соблюдать эти рекомендации. Больше всего нарушений выявили по отдельным продуктам, таким как овощи и фрукты. Регулировкой цен могут заниматься местные исполкомы, райисполкомы и соответствующее профильное министерство. С Советом Министров устанавливается определенный уровень цен и на некоторые продукты. Если все-таки в торговой сети его превышают, то в таком случае министерство включается в эту работу, проводит мониторинг и ограничивает повышение уровня цен. За 10 месяцев этого года почти 70% выявленных фактов нарушения законодательства относятся именно к нечестной игре на рынке. Одно из последних – обманчивая маркировка происхождения бытовой химии. Производитель выделял товар этикеткой «Сделано в Германии», напечатанной на подпольном белорусском предприятии. За такие преступления мошенникам грозит до 10 лет тюрьмы. Лаура Байбаченова, Дана Нуржан, Алексей Родионов. Итоги дня.